Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Делегация Западной Армении посетила пантеон Яраблур. Школа Оговно в Арцахе возобновила нормальную работу. Компетентный государственный орган Республики Армения должен опубликовать количество пленных с армянской стороны в Азербайджане, защитник прав человека Республики Армения. Армянский детский дом в память о Динке будет превращен в молодежный центр. Нулевая точка в истории. Порт-Ассар Западной Армении в плену снега. Археологи обнаружили 54 древних саркофага в Египте. Сегодня день рождения Сильвы Капудыкян. Делегация Западной Армении посетила Яраблур в составе делегации президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян, спикер парламента Республики Западной Армении Леонардо Басмаджан, премьер-министр Сэдамеликян, министр обороны Амик Саэдян, члены парламента и правительства. Делегация приняла участие в мероприятии, посвященном 46-летию основания Ассала и поминальной службе. Был возложен венок к мемориалу, посвященному бойцам Ассала. Затем правительственная делегация почтила память жертв Арцахской войны 2020 года. Состоялась поминальная церемония. Перед собравшимися выступил министр обороны Республики Западной Армении полковник Амик Саэдян. Был возложен венок к памяти павшим героям этой войны. Ваш подвиг бессмертен. Ваше имя в наших сердцах. В средней школе имени Гарагина Наждесила, а в Нокошактахского района, Арцаха восстановлен учебный процесс. Об этом Армен Пресс сообщил директор школы по ГОС Агабекян. Во время войны из-за артобстрела были повреждены двери и окна школы. Мы установили новые. С 11 января, как и все школы Арцаха, мы начали учебный процесс. В настоящее время у нас около 20 учеников и 8 учителей. До войны в нашей школе было 50 учеников и 17 педагогов. Число учеников, как и возвращающихся семей, постепенно растет. Мы всех учителей призвали вернуться и приступить к выполнению своих обязанностей. Сейчас школа обеспечена необходимым имуществом. В настоящее время село обеспечено постоянным электричеством, интернетом и телефонной связью, сказал директор школы Ахавно. Защитник прав человека, омбудсмен Армении Арман Татуян пишет. Верховенство права предлагает презумпцию публикации любых данных, имеющих общественное значение. При отказе от публикации подобных данных государство должно представить правомерную основу. Отказ должен быть мотивированным. Неразглашение числа армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, правительство Армении, во вчерашнем официальном ответе мотивировало лишь тем, что вопрос имеет сверхчувствительный характер. На самом деле, публикация числа пленных с армянской стороны, удерживаемых в Азербайджане, по меньшей мере. Первое. Создаст возможность значительно увеличить международное давление на Азербайджан по вопросу освобождения и возвращения пленных. Второе. Появится основание для принятия дополнительных обязательств в отношении Азербайджана. Третье. Повысится степень защиты содержащихся в Азербайджане пленных. Четвертое. Публично будет подчеркнуто уважение государства к правам пленных и их семей. Пятое. Будут публичные выступления. Этим шагом государство будет исключено или существенно будет снижена ложная информация, предоставляемая общественности, введение в заблуждение и, следовательно, попыток манипулирования какой-либо стороны. Следовательно, правомощный государственный орган Республики Армении должен обнародовать численность пленных с армянской стороны, которые согласны имеющимся в его распоряжении. Мэр Константинополя, член основной оппозиционной Народно-Республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, сделал запись в Твиттере по случаю 14-й годовщины убийства Гранта Динка, видного деятеля армянского происхождения. Основатель и редактор газеты «Окос» сообщает «Эрменихабер.эйем». Оппозиционер возвал к памяти Гранта Динка. Имамоглу сообщил, что армянский детский дом в Тузле, где прошло детство Динка, будет превращен в молодежный центр лагеря Кэмп Армен. Он добавил, что решение единогласно принято Стамбульским советом старейшин. По словам Имамоглу, уже начались работы над архитектурным проектом восстановления лагеря. Справка. Армянский лагерь Кэмп Армен – заброшенное полуразрушенное здание в районе Тузла. Кэмп Армен, занимающий площадь 8552 квадратных метра, был построен в 1961 году. Он был приобретен фондом армянской протестантской церкви и служил летним лагерем для сирот и бедных учащихся армянской школы. Грант Динк и его жена Ракель Динк провели там детство. Позже лагерь был незаконно отнят у армянской общины турецкими властями. Порт-Асар – объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Урфа в Западной Армении из-за сильного снегопада покрылся белым. В последний раз в Урфе выпал снег в 2017 году. В Порт-Асаре, который на протяжении 12 тысяч лет был нулевой точкой в истории человечества, рано утром пошел снег. Хотя историческое место оставалось закрытым в течение примерно трех месяцев в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, его посетили 197 912 человек. Порт-Асар, который привлек к себе внимание всего мира с момента своего открытия, ежегодно принимает тысячи местных и иностранных туристов. В некрополе Саккара к югу от Каира египетские археологи обнаружили 54 саркофага возрастом более трех тысяч лет, сообщает 19 января Ель Реутерс. Кроме того, около пирамиды фараона Тети, правившего около четырех тысяч лет назад, ученые раскопали погребальный храм царицы Нейт, его супруги. Также найдены древние настольные игры, статуэтки и маски, которые относятся к периоду Нового Царства. Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства, отметил руководящий работой археологов Захи Хаваз. Сегодня день рождения армянского писателя, поэтесса, общественного деятеля Сильвы Капутыкян. Капутыкян родилась 20 января 1919 года в Ереване в семье учителя и бывшего редактора революционной газеты «Беженца из города Ван» Западной Армении Барунака Капутыкяна. Окончила среднюю школу в 1936 по 1941 годы, училась на филологическом факультете Ереванского университета, затем окончила высшие курсы литературного института. Начала печататься с 1933 года. Член Союза писателей Армении с 1941 года, член ВКПБ с 1945 года. Действительная член Национальной академии наук Республики Армения, 1994 год. Академии духовного единения народов мира и по вопросам природы и общества. Была депутатом Ереванского городского совета депутатов трудящихся, член Международного интеллектуального клуба «Н-Клуб». Занимала активную позицию по карабахскому вопросу. Один из лидеров карабахского движения. Вместе с Зорием Балаяном 26 февраля 1988 года встречалась за Горбачевым, надеясь уговорить его разрешить карабахский вопрос в пользу Армении. Автор множества патриотических произведений. С начала 1990-х годов поэтесса выступала с острой критикой армянских властей и их политики. После подавления митингов оппозиции в 2004 году вернула полученный в 80-летие Орден Святого Месропа Маштоца президенту Армении Роберту Кучаряну. Всенародно любимая поэтесса скончалась в Ереване 26 августа 2006 года. Похоронена в Ереванском пантеоне имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию вера дартс Лютки. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok